Доктарова Азалия Нажиповна, студентка 5-го курса группы ЗПО-ДО. К вашему вниманию представляю продукт нашей научно-исследовательской деятельности. Методические рекомендации на тему использования изобразительной деятельности как средство адаптации детей младшего дошкольного возраста к условиям детского сада. Методические рекомендации состоят из пояснительной записки, семи разделов и списка использованной литературы. В пояснительной записке подчеркивается значимость изобразительной деятельности на продолжительность адаптации детей к детскому саду. Также предоставлена цель и задача работы, где указано от необходимости создания условий для успешной адаптации детей младшего дошкольного возраста посредством нетрадиционных методов рисования. Первый раздел включает в себя виды нетрадиционной техники рисования и их особенностей. Во втором разделе представлены особенности организации, развивающей предметно-пространственной среды группы, а именно Центр художественного творчества. Для того, чтобы Центр художественного творчества действительно стал Центром детского творчества, необходимо обратить внимание на его условия оформления и оснащения, а именно на доступность, безопасность, насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, вариативность. Третий раздел представляет перспективные планирования образовательной деятельности по нетрадиционному рисованию. В разделе представлены перспективные планирования на возрастную группу. Это позволит учитывать взаимосвязь между различными разделами работы с детьми, обеспечить систематичность и последовательность в работе. Четвертый раздел посвящен конспектам основной образовательной деятельности по нетрадиционной технике рисования. Рисование ладошками благотворно влияет на детскую психику, очень хорошо успокаивает, раскрепощает ребенка, поэтому неизменимо в период адаптации к детскому саду. Пальчиковая живопись предполагает интенсивную стимуляцию нервных окончаний на пальцах. Это особенно актуально для малышей, которые плохо разговаривают. Кропотливые монотонные занятия завораживают ребенка, действуют на него успокаивающе, что важно для гиперактивных малышей. Техника рисования штампами нравится всем без исключения, детям, даже взрослым. Рисуя этим способом, дети не боятся ошибиться, так как все легко можно исправить, а из ошибки легко можно придумать что-то новое. Ребенок облетает уверенность в себе, преодолевает боязнь чистого листа бумаги и начинает чувствовать себя маленьким художником. Пластилинография способствует в первую очередь снятию мышечного напряжения и расслаблению, развивая детское воображение. В процессе рисования на песке у детей повышается тактильная чувствительность, развивается мелкая моторика рук, воображение, творческие способности, память. Пятый раздел представляет комплекс игр, применяемый при адаптации детей. В данном разделе представлен комплекс пальчиковых и подвижных игр. В шестом разделе представлена работа с родителями, данные консультации, рекомендации. Седьмой заключительный раздел включает в себя методические диагностики, по которым можно выявить уровень адаптации посредством нетрадиционной техники рисования. Спасибо за внимание.